да дождик чуть-чуть идет а мы приехали на видовую площадку у меня приехала моя солнышко да да виде кто к нам приехал козочка наша мамулечка не папулечка ты чё перепутал столь вот она красавица наша очки дать те это не накрашенная любит очки накрашена тогда не дам очки с вот он грибочек пойдем куда пойдем портфельчик берешь свой вот представляете наше солнышко приехала и дождик пошел представляете но зато все равно погода хорошая классно сейчас 19 градусов тепла 19 вам стали на этой грибочки смешно оставили одного грибочка дом потому что он чуть-чуть костю пошли короче вот пересели в кафешку то что только фишка было закрыта вот давай делаем сейчас пока ждем наш нашу еду вот этому парню макалоны заказали играем в суефа под щелбаны су-е-фа су-е-фа давай мне щелбан не хочешь папе правильно правильно что есть ну вот если ты съешь кастрюлю с креветками можешь заказывать целую кастрюлю с креветками а ты будешь кастрюлю с креветками да хоть меню покажу ребятам что-то почем тут меню да я покажу лера ты сильно упала цену пока не под выросли на той готовит садись пока садись нет я подвину нету нету там никакой короче быстро хочу по менюшке провязать пробежаться значит во многих кафе сейчас стали делать на русском языке потому что русскоговорящих большинство а также большинство не знает английский язык ну например как я я с английским не очень дружу поэтому мне конечно проще когда есть русское меню но так то в телефоне всегда переводчик навел и прочитал давайте он сразу же тоже покажу что по ценам значит завтраки вот вы видите омлет 40 лир это получается что 20 рублей что ли до местный завтрак это турецкий завтрак 100 лир это на самом деле хорошая цена и на турецком завтраке достаточно много еды приносят супы и горячие томатные супа ведь 45 грибной суп рыбный суп суп дня суп дня не знаю что такое 60 лир 45 короче все что вы видите делите на 2 и получите в рублях салат цезарь ну вот салат цезарь реально не рекомендую брать в турции потому что у них здесь соус но совершенно не тот который должен быть в цезаре то есть у него у них тут такого нет но очень редко какой кафе будет вкусный цезарь вот салат с тунцом будет вкусный сто процентов он стоит вот как вы видите здесь 400 рублей а раньше он стоил 45 лет потому что лера в два раза упала сразу же цены как видите поменялись 85 лет так салат салат мясные салаты и так далее это все в пределах по 95 потом овощной салат 45 лет ну вот 20 рублей гури у вас будет салат да да не 20 200 рублей простите есть рублей так чесночных чесночный хлеб и даже никогда не пробовал такой в турции до шулька креветки заказала как раз таки поэтому ждем креветочки так закуски час так луковые кольца грузные чипсы в общем давайте вот так проведу вы сами цены посмотрите потому что если честно тут долго это все переназывать но даже сейчас очень легко в цифрах ориентироваться тоже то что ты видишь цифру делишь на 2 чай того вот если есть написано 200 лир это знать значит значит тысячи рублей до 1000 рублей сергей иванович меня попросил рассказать как я долетела сейчас вам расскажу история будет интересная но сергей комментарии не сможете услышать тоже микрофон птичку отдела на себя я тоже звуки посторонние поэтому ну что вы меня слышали короче без его щас без физических комментариев очень хотелось все это прокомментировать но поэтому расскажу вам а потом он может что-то комментировать вот так вот то есть я вот собрала уже чемодан понимаю что мне уже с утра надо будет вылетать встретили с девчонками чтобы попрощаться поболтать там свое обсудите по работе рабочие моменты и так и короче я серёге пишу вот все чемоданы собрала документы приготовила типа потом буду вылетать серёга говорит так у тебя на послезавтра билет я говорю как я же говорил на понедельник что надо купить он короче мы натупили он ну то есть я сказала на понедельник а он почему-то купил на вторник в общем ладно фиг с ним начали искать новый билет за нашли кстати очень недорогой за 3000 рублей но мы его пока не купили я уже девчонками встретилась и мы договорились пойти в караоке и мы там пока выбирали рейс думали уже на следующий день может полечу в итоге мы уже уже в караоке оказались тут у меня серёга пишет все я типа беру тебе билеты вот эти за три косаря в руки ну я мне приходит в голову гениальное решение что но если я уже девчонками здесь мы кутим тусим в караоке поем можно уже собственно не ночевать не спать чемодан собран документы собранные короче собственно говоря после вылет у меня был в 5 утра дать его нет я в самолет поехал в аэропорт поехал в 5 утра в общем до 4 мы там накутились попили я приезжаю домой меня еще подружка моя провожала взяла чемоданы у меня доставили в аэропорт я собира не не спамши приехала в аэропорт даже раньше времени быстренько все прошла единственно что я заснула знаете когда ждешь уже самолета еще села специальный перед носом чтобы если что у меня хотя бы разбудили но я тоже чувствовал что засыпаю я короче какой-то момент вырубился меня разбудили говорят ваш рейс это кого тык-тык-тык тык быстренько прыгнула в самолет для меня полет был просто незаметный просто вот так то сейчас сразу же тоже там вырубился покиньте все очень не спала тем более я люблю поспать в самолете спала потом приехала в анталию все быстренько прошла и еще вырубилась вообще моментально вырубилась в трансфере два часа для меня просто эта поездка меня найти как было как телепортация я просто везде спала в любом непонятной ситуации и очень быстро поэтому не было что и долетела на единственное что разбитое пролетела уставшая это же почти целый день спала здесь детками там обнималась и же мало зажамкала всех папочку деток всех так вот а вы так умеете это еще надо уметь это еще надо желание иметь вот так вот после караоке в самолет я практиковала рассказывайте свои самые интересные перелеты конечно же если мы с дашей просто пошли погулять то это утеплиться в 20 градусов она хочет из-за того что очень влажно море рядом то есть волны воздух влажный или за то что ты просто не нагрелась ли как какие-то выбрала кокс 304 не не две полторы тысячи рублей получать вроде бы там а ты какие взяла ну вот так но какие вот эти белые лекаре а здесь нет мужских но здесь все кстати сейчас скидка 30 процентов на какую-то ум на мужскую 30 процентов а вот здесь вот есть 50 процентов скидка но здесь обувь достаточно интересно у меня отсюда есть туфли им уже года два и с ними ничего не случилось и не нормально нормально ходит но вот мышцы туфеляки что сына вон твой зонтик лежит его положу покажи удобный а что твои надо смотреть ты с мамой будешь соревноваться нормально 2 так что может ремень зелит у меня реально штаны подать его видимо под набрал 3 здесь но и потом под сходнул немного и чувствую что штанцы немножко падает падает почему ремни для посуды ремни сто тридцать пять лир такой лакированный носки возьми до лакированный как нету 130 ну короче все все ремни по сто тридцать пять лет